Здравствуйте! Я Олеся Павлова и это выпуск программы «Область новостей». Вас ждет полная картина дня глазами моих коллег. И вот что вы сегодня увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приобрели участок и начали возводить дом Ситникова в 2023 году. На данный момент закрыт тепловой контур и можно приступать к внутренней отделке. Семья с нетерпением ждет момента, когда можно будет воссоединиться с папой и поселиться здесь своим многодетным семейством. Уголовной исполнительной системе 145 лет. Как сотрудники УФСИН отметили свой праздник и какими достижениями могут похвастаться исправительные учреждения региона, узнала Полина Мотовникова. Прошлой частью торжественного концерта стало участвование отличающихся сотрудников и предприятия в службе исполнения наказания региона. В этот раз их более 20. Среди правительственных и ведомственных наград Благодарственным письмам, грамотам, любые знаки и памятные подарки. Второй день Масленицы. Заигрыш. Приметы, обычаи и традиции праздника в репортаже Полины Болотовой. По приметам нельзя грустить и быть одному и иначе. Можно пропустить свое счастье. Нельзя совершать финансовых действий, чтобы не спугнуть удачу. И никому нельзя рассказывать свои сны, чтобы не испортить их предсказательную силу. Митинг-концерт, посвященный предстоящим выборам, прошел в областном центре. В акции «Единство народа» приняли участие более трех тысяч человек. Каждого из них объединило одно желание – поддержать свою страну. Подробности в репортаже нашей съемочной группы. На площадке возле Дворца спорта «Кристалл» неравнодушные граждане, сторонники партии «Единая Россия», студенты вузов, представители общественных организаций, депутаты, люди разных поколений, профессий и интересов собрались, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Этот митинг олицетворяет единение нашего народа, единение всех, кто с нами, всех наших друзей. И прийти сюда, в принципе, это не только гражданская ответственность, повидать людей, которых я давно не видел, с которыми видимся, может быть, раз в месяц, раз в неделю, иногда раз в год. Я такие мероприятия люблю. У меня в этом году впервые голосуют внучкам. И вот семья решила, что пойдут все втроем обязательно. Это наше будущее. Это обязательно, мне кажется, каждому человеку сделать. Прийти и проголосовать. Выборы – это очень важное событие. Это, можно сказать, исторический момент. Каждый из граждан Российской Федерации должен принять в этом участие. И мы должны показать молодежи, что события очень важны. Своим примером. Всех собравшихся поприветствовал глава Тамбовской области. Максим Егоров отметил важность быть едиными и солидарными с выбранным курсом. Мы – хранители и созидатели. И в этом наша сила. И в этом без преувеличения наша историческая миссия. Очень хорошо сказал об этом наш президент Владимир Владимирович Путин. Находясь в плену собственных шаблонов, наши противники исходят из того, что национальное и культурное многообразие – это наша слабость. А это, наоборот, наша сила. Каким будет государство, зависит от неравнодушной позиции каждого, от желания трудиться в интересах Родины и делать все для воплощения инициатив на благо стране. Сотни человек. Не все они лично знакомы друг с другом, но объединяет их одно. Своё будущее они связывают с Россией. В тот момент, когда мы с вами снова поймём, что сейчас происходит, когда мы почувствуем эту общность, когда мы снова увидим друг друга и поймём, что живём в самой прекрасной стране, в самых прекрасных городах, что мы творим будущее, что мы идём к нужным целям, наверное, мы ещё ближе приблизимся к тому совершенному государству, которое строим. Такие масштабные мероприятия сегодня прошли по всей стране. Центральной площадкой стал Волгоград, откуда также велась трансляция. Нас с вами объединяет одна идея. Мы хотим жить в сильной стране. А сильной страной должен руководить сильный президент. Вы понимаете, о ком я говорю? Да. Я абсолютно уверен, что через несколько дней огромное количество наших граждан придёт на избирательные участки, проголосует и сделает свой выбор. Для участников форума подготовили праздничную концертную программу. Лучшие творческие коллективы города исполнили песни. Одна из них была написана специально к этому событию. В единстве наша сила. И в нашей стране эти слова никогда не утратят своей актуальности. Алиса Павлова, Александр Чекмарёв, Данил Лычко. Область новостей. На ремонт дорог в Тамбове выделили 500 миллионов рублей. Такое решение принял глава региона Максим Егоров. Как отметил Максим Егоров, средства в первую очередь направят на ремонт опорных дорог. В администрации Тамбова сообщили, что именно этот критерий будет в основе формирования плана на этот год. Один из участков, который планируют отремонтировать на выделенные средства – улица Советская. От Комсомольской площади до Бульвара энтузиастов. Мы приехали с Липецка к вам в город. Ну, честно говоря, у нас дороги не очень, но ваши нас поразили до глубины души. Надо ремонтировать. Ремонт окончился, и дорога ушла. Вообще требуется ремонт, чтобы в первую очередь ремонтировать центральную улицу города. Обязательно. Очень плохая дорога. Также уже запланирован ремонт улицы Киквидзе, Полынковской и ряда других. В селе Кузьминогат, что в Притамбовье, в рамках программы дегазификации, объявленной президентом России Владимиром Путиным, голубым топливом обеспечили дом участника специальной военной операции. В торжественной церемонии пуска газа принял участие глава области Максим Егоров. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Павла Юрасова. Приобрели участок и начали возводить дом Ситникова в 2023 году. На данный момент закрыть тепловую контуру, можно приступать к внутренней отделке. Семья с нетерпением ждет момента, когда можно будет воссоединиться с папой и поселиться здесь своим многодетным семейством. У Ситниковых трое сыновей. Третий ребенок родился через месяц после начала СВО. Муж Екатерины, Максим, военнослужащий и с первого дня спецоперации находятся на боевом посту. Выбирали участок, планировку будущего жилья и технологические решения всей семьей. Будучи в отпуске, глава семейства посещал стройплощадку и следил за процессом. Всегда хотели свой дом, но не всегда получалось. Потом получилась такая возможность. Спасибо государству, которое нам помогло. У нас есть семейная ипотека, мы взяли. Субсидирование процентной ставки у нас от губернатора, так сказать. То есть мы практически не платим проценты по ипотеке. Благодаря механизму социальной дегазификации семье подключили газ, а также смонтировали газовое оборудование внутри дома в кратчайшие сроки. Отец семейства находится сейчас, участник является специальной военной операцией и защищает сейчас в настоящий момент суверенитет и безопасность нашей страны. Поэтому это самое малое, что могли сделать, это газифицировать дом. Социальная дегазификация в Тамбовской области идет активными темпами. На сегодня подано больше 9 тысяч заявок. По 8 тысячам осуществлено подключение до границ участка. Почти 6,5 тысяч жителей уже пользуются газом. У нас есть дополнительные меры поддержки по социальной газификации. Мы приняли это один из самых первых субъектов Российской Федерации в части компенсации части затрат при социальной газификации от границы земельного участка до ввода в дом. Торжественный пуск газа ознаменовали зажжением огня от четырех факелов. Совсем скоро в доме Ситниковых будет уютно и тепло. По случаю такого события глава области Максим Егоров вручил семье ценный подарок. После руководителя региона обсудился Екатериной и ее сыном ту помощь, которую область готова оказать их семье. Павел Юрасов, Илья Тырса, Александр Кобзарев. Область новостей. Тамбовская семья, которая воспитывает тройню, получила сертификат на приобретение жилья. Документы паре Олега Горбунова и Яны Борцовой вручил глава региона Максим Егоров. На такой торжественной ноте началась встреча глава региона с работниками сферы здравоохранения. Максим Егоров поздравил семью, которая в конце прошлого года в одночасье стала многодетной. Олег и Яна получили сертификат более чем на 6,5 миллионов рублей. Эти средства пара, которая растит маленьких Елизавету, Семена и Артема, сможет потратить на расширение жилплощади. Примечательно, здорово, что мы даем вам сертификат именно в год семьи, который был ходом семьи по указу президента. И основа вообще семьи, основа нашего государства – это многодетные семьи. И вы счастливые стали многодетной семьей. Это очень здорово. Конечно, это огромная поддержка для нашей семьи. Мы уже присмотрели жилье в ЖК Вернацком. В принципе, ждем сдачи дома и приступим, наверное, к ремонту. Все такие бытовые моменты. Также глава региона Максим Егоров провел встречу с работниками сферы здравоохранения области. Главной темой стало обсуждение задач, озвученных на недавнем послании президента Федеральному собранию. 12 марта по всей стране работники ФСИН отмечают свой профессиональный праздник. В этом году дата выпала еще и на солидный юбилей. Уголовно-исполнительной системе исполнилось 145 лет. Как сотрудники отметили свой праздник и какими последними достижениями могут похвастаться исправительные учреждения Тамбовской области, узнала Полина Матовникова. День работника уголовно-исполнительной системы для сотрудников и ветеранов службы всегда особое событие. К тому же в этом году на него выпала еще и юбилейная дата – 145 лет со дня образования системы. Выразить слова благодарности правоохранителям за отличную работу прибыли представители власти области. Поздравил с профессиональным праздником и руководитель регионального управления ФСИН Михаил Курбан. Нам предстоит и далее решать широкий спектр вопросов. Среди них укрепление материально-технической базы и наращивание производственного потенциала, обеспечение социальной гарантии сотрудникам ведомства, предоставление надлежащих условий содержания в исправительных учреждениях организация планомерной работы по госсоциализации осужденных. По итогам прошлого года у регионального управления немало достижений. При участии у ФСИН региона раскрыли более 260 преступлений. Было изъято 66 средств сотовой связи и более 200 граммов наркотических средств, что пытались передать осужденным. А сами учреждения в общей сложности выпустили товаров более чем на 505 миллионов рублей, что превышает показатели прошлого года на 28%. Доля привлеченных к труду осужденных увеличилась, а швейное оборудование и сельскохозяйственная техника продолжают обновляться. Основной у нас рост произошел за счет расширения действующих швейных участков. Выбрано основное направление – это расширение швейного производства. Так как у нас это позволяет устроить наибольшее количество осужденных. Соответственно, у нас в прошедшем году был произведен ремонт в трех учреждениях, созданы дополнительные рабочие места за счет прибыли, и произведена закупка швейного оборудования. В прошлой частью торжественного концерта стало чествование отличающихся сотрудников оборудования федеральной службы исполнения наказания региона. В этот раз их более 20 среди правительственных и ведомственных наград благодарственные письма, грамотные древние знаки и памятные подарки. Одним из таких работников стал начальник оперативного отдела исправительной колонии номер 4 Максим Башарев. На должность оперуполномоченного он заступил в 2015 году. Пошагово дослужился до старшего оперуполномоченного и стал заместителем начальника отдела, а сейчас и вовсе его возглавил. За свою профессиональную практику сталкивался со многим. Были и необычные случаи. Пытались с помощью квадрокоптера организовать канал доставки на территорию учреждения запрещенных предметов, а именно сотых телефонов и комплектующих. При взаимодействии с правоохранительными органами, а также оперативной информацией были правонарушители задержаны и подвержены административному наказанию. Завершением торжества стал праздничный концерт для сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области. Полина Матовникова, Евгений Михеев, Александр Кобзарев, Область новостей. 12 марта 1863 года родился Владимир Иванович Вернацкий. Его имя тесно связано с Тамбовской областью. Как ученый-естествоиспытатель, Вернацкий объездил наш край, изучая его климат, флору и фауну, проводил геологические исследования. Он описывал полезные ископаемые, определил границы распространения фосфоритов, открыл месторождение марганца. В нашем регионе Владимиру Ивановичу Вернацкому посвящены традиционные юношеские чтения. В этом году они стартуют в Тамбове уже в 26-й раз. Полина Болотова расскажет подробнее. В первый день чтений только на пленарное заседание собрались около двух сотен человек, неравнодушных к теме экологии. Это тамбовские студенты и школьники. На юношеских чтениях имени Вернацкого молодежи дают экологические советы и представляют исследования, посвященные инновациям энерго- и экологоэффективным технологиям в бытовой и промышленной сферах, органическому земледелию и оздоровлению почв, климатическим изменениям на территории региона и их последствиям. У нас обычно целый цикл мероприятий проводится. В рамках чтения у нас проводится, собственно, пленарное заседание, секции, открытые лекции, мастер-классы, интерактивные площадки и так далее. Ну вот, например, у нас будет открытая лекция преподавателя Московского инвестита Луна Носова по геоэкологическим проблемам. У нас будут интерактивные мастер-классы по обращению, раздельному сбору твердых бытовых отходов. У нас будут различные секции по студенческим, школьным, научным проектам. В этом году Тамбовская область вновь заняла первое место в экологическом рейтинге страны. Чтобы продолжать удерживать лидирующие позиции, молодежи прививают экологические навыки. В этом году юморские чтения имени Владимира Ивановича Вернадского посвящены теме от экопросвещения к экосозиданию. В рамках чтения проходит фестиваль развития идей Вернадского через геоэкологические полевые исследования. На базе ТГТУ создано эко-движение, в рамках которого студенты и все неравнодушные собирают вторсырье, муклатуру и пластик для дальнейшей переработки. Эко-волонтеры представляют результаты проделанной работы. Это экземпляр переработки пластиковых крышек. Мы на базе нашей кафедры участвуем в проектной деятельности. Это один из наших проектов. Мы берем крышки, собираем в нашем вузе, перерабатываем путем дробления и под термопрессом выплавляем. Дальше проделается отверстие и вставляется механизм. Также мы делаем съедобную посуду, перерабатываем бумагу в более экологичную, которая содержит в себе семена. После ее выбрасывания она прорастет. Чтения имени Вернадского будут проходить в стенах ТГТУ до апреля. Полина Болотова, Олег Осипов, Ольга Кириллова, Область новостей. Страна вовсю отмечает Масленицу. Не обошел праздник стороной и Тамбовскую область. Как его встретили самые юные тамбовчане, знает Полина Болотова. Второй день Масленицы – заигрыш. Это время гуляния и радости, создания новых знакомств. По приметам нельзя грустить и быть одному и иначе. Можно пропустить свое счастье. Нельзя совершать финансовых действий, чтобы не спугнуть удачу. И никому нельзя рассказывать свои сны, чтобы не испортить их предсказательную силу. Зато можно и даже обязательно ходить на праздники. Один такой прошел на площадке Центра дополнительного образования детей. Здесь поют и танцуют. Подобные мероприятия у нас, как мы, приобщаем детей к истинной народной культуре. Это один из традиционных праздников, который сейчас вписан также и в календарь массовых мероприятий для детей нашей Российской Федерации. Традиции народные, они всегда вечны. И детям просто необходимо, мы так считаем, что им необходимо знать их и продолжать поддерживать эти традиции. Обычно, конечно, они радостные, всегда воспринимают это весело, душевно и им очень нравится. Одна из самых популярных народных забав – метание веника. Ребята бросают предмет, кто дальше, и передают друг другу. А вторая группа плетет косы солнцу. Отлично справляются даже мальчишки. Большинство ребят традиционно отмечают масленицу. Мы обычно собираемся всей семьей, печем блины, кто что не делает. Кто подает, всякое. Потом мы сжигаем пугало. Дорогие ребята и гости нашего праздника. Мы сжигаем пугало. И потом взрываем петарды. Пеку блины, и мы хотели сделать чучело, потом сжечь его в воскресенье, так как сжигается оно в воскресенье именно. Ну и может пойти к бабушке или дедушке, тоже блинов поесть. Чучело отмечаем всей семьей, ну и празднуем просто. Просто веселимся. Отрываемся как можем. На праздник пришли больше 60 девчонок и мальчишек, и уже завтра их ждет новый праздник. Третий день масленичной недели. Лакомка. Полина Бултова, Олег Осипов, Данил Лычко. Область новостей. На этом все. Еще больше новостей на нашем сайте, в Телеграм и в группах соцсетей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова